всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня почитаем снова комментарии теме веган во христе ну или как я их называю веган по библии такая у меня получается серия тоже видео с ответами на вопросы или чтением просто комментариев зачастую там никаких вопросов нет просто тупо наезды давайте посмотрим получилось 6 комментариев очень интересно так подобранных начнем с миссии того что я делаю и закончим пожеланиями этой миссии да как вы запомните этот первый комментарий и последний я вам напомню арсений живтун пишет трудная у вас миссия дмитрий я ни одного якобы убежденного христианина не смог даже на миллиметр сдвинуть в сторону вегетарианство такое чувство что современное христианство это религия миссоедов так и есть христианство прежде всего это культ чрева это религия чрева это рабы чрева это тупо просто поха чрева все и горта на бесе и у них вся религия и все их не благочестие сводится вот вот да на уровне слов все дальше все мне что-то хочется вкусненькое все неважно что принести этому жертву чрева о все табу это закрытая тема если ты хочешь тронуть мо чрева я тебе был у них такой святой ян лесточник все они любят очень вы знаете они очень любят цитировать монахов они очень любят зачитываться их ними житиями и учениями но по делам их они никогда не поступают серафим саровский сергий радонежский киево-печорские подвижники и он лесточник и он новый богослов антони великий макарий великий ой сколько там песен и понедельников только по делам их них они не живут вообще он лесточника в его лестницы лестницы добродетели есть такое слово о великом и лукавом владыке чреве и они перечитываю читают в посты якобы там лесточник писал только посте нет все монахи никогда в жизни не ели продукты животного происхождения они никого не убивали не эксплуатировали именно они и появились тех времен когда якобы христианство стал уже об абсолютно мертвым и антихристианским с тех пор когда стали появляться эти соборы которых собирал царь когда христианство стали что омершлять когда его стали делать государственные министерства именно тогда стали появляться отделенные так называемые монахи люди которые не хотели жить в виде как извращает общая масса христианство они горели мы не такие ты можешь называться конечно именем христианина но ты не он ты делаешь что-то то-то 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 монахи старались еще сохранить христианство кстати эти отделенные они не обязательно сначала жили одиночки да там не не женатые так называемые нет и слова монах переводится как отделенные может кто сам христианин как отделенный до монах от слова мона один конечно но дело в том что он один сам по себе да вот вы все хоть как говорится один в поле не войн вот он воин был да если даже вся его уже ведь христианство она же вот именно как любая не любое мирозрение она же тем более она распространилась по земле стал достаточно популярным да в массах так скажем и естественно да даже его если так называем все это делилось на приходы на маленькие до собраники ты и тот кто видел что его собрание прет не туда просто он просто уходил от них вот и все становился монахом с одиночкой изгоем среди своих так называемых христиан вот и все эти монахи никогда не причиняли боли страдания животным они никогда не участвовали в этих грехах но псевдо христианам католикам православным протестантам и же всех с ними вплоть до маленькой секты никогда этого не доказать хотя хоть так и говорю никогда у самого вот у меня с горем пополам да получается и хоть арсений пожаловался что у него совсем никого не получилось но ты старайся тем более если речь идет о живой жизнь допусть даже в переписке да это непросто я не могу похвастаться похвалиться что там тысячи я до к этому привел но у меня есть плоды я радуюсь этому и неизвестно сколько дал тот плод от своего плода да потому что каждый из нас на кого-то воздействует я на кого-то он на кого-то и пошло поехал по цепочке вот конечно же они в этом не живу да это обычная религия культа чрева культа горта на бесе они не способны отказаться от зла когда касается речь об их них похотях они только очень красивые словеса поют о похотях о борьбе с грехом все на свете они могут на словах петь дела их обличают их они никакого отношения к истине к святой жизни не имеют естественно мы должны говорить об этом арсению в ответ на его комментарии крик жалобу такую братскую я ему ответил что к сожалению это религия безжалостных безумных убийц и я ему дал цитату из пророка езекииля но у меня есть и плоды им пишу хотя самому постоянно кажется миссии невыполнимы но в сердце своем за носа сидят такие слова потому и действую какие я ему прижу привожу пример из езекииля в частности взяла третью главу неважно там в языке или можно много что такого подобного во всей книге есть и сказал мне бог сын человеческий съешь что перед тобой съешь этот свиток и иди говори дому израилю тогда я открыл уста мои и он дал мне есть этот свиток и сказал мне сын человеческий напитать чрева твою и наполни внутренность твою этим свитком который я даю тебе я съел и было в устах моих сладко как мед и он сказал мне сын человеческий встань иди к дому израилю и говори им словами ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься то есть никакой к новому народу какому так своему на котором ты будешь говорить язык они твой знают а ты знаешь их них язык и менталитет и наречия ну все да но к дому израиля у них народа многим с невероятной с невнятную речью с непонятным языком который слов ты не разумел бы да если бы я послал тебя и к ним к другому народу то они послушались бы тебя а дом израилев не захочет слушать тебя ибо они не хотят слушать меня потому что весь дом израиль с крепки лбом и жестоким сердцем вот я сделаю и твое лицо крепким против лиц их и твое чело крепким против их лба как алмаз который крепче камня сделал я чело твое не бойся их и не страшись перед лицом их ибо они мятежный дом и сказал мне сын человеческий все слова мои которые буду говорить тебе прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими встань и пойди к переселенным к сынам народа твоего и говори к ним и скажи так говорит господь бог будут ли они слушать или не будут я надеюсь вы услышали эти слова очень прекрасные слова я как-то записал ролик и уже не раз говорил о том что я прекрасно сознаю свою миссию о том что я послан к погибшим овцам стада христова прежде всего да я проповедую всем но проповедь христианам а это первый кто является и бы и быть нездоровый имеет нужду врачи на большие больные именно псевдо христиане католики православные и протестанты нуждаются просто нуждаются в проповеди ибо они грешники нуждаются в проповеди о любви о любви ко всему божьему творению я как-то записал об этом ролик ты кто пророк я помню два ролика саллили так я назвал ты кто пророк но в ролике я ответил что да я послан к погибшим овцам стадо христов которые ничего не понимают о любви вообще им неведомо проповедь о любви к врагам они готовы сгнобить любого на своем пути до навальные не навальный без разницы пусть гниет пусть его травят убивают без разницы любовь к ближнему а что это а кто мой ближний мой ближний от мама папа дети все люби ближе ненавидеть врага своего обычный иудаизм псевдо христиане католики православные протестанты не знают христа не знают истины давно их не еще предки до религиозные адепты этих культов с царя константина давно отвергли христа и они их наследники ничего вообще не понимает истины они мизинцем не прикасались к тем делам которым учил иисус более того не всячески сколько могли исказили писание исказили образ иисуса христа бога пришедшего плоти все это блевотины кормит своих адептов они те с радостью как свиньи хавают всю эту нечистоту слова здесь очень великие очень мудрый очень глубокий я еще раз позволю себе на них остановиться о чем говорит бог пророку на первых естественно он ему дает истину которая на устах его сладка как мед а истина это то в том что бог есть любовь свобода и бессмертие и эту истину пророк езекииль посылался говорить не к чужим народам более того бог говорит и себе тебя послал к чужим народам языка которых ты не знаешь а они не понимают тебя из горем пополам как-нибудь там через переводчиков ты смог бы с ними объясняться над я уже так добавляю да они бы послушали тебя а дом израилев или псевдо христиане я уже перевожу на наш язык пророк езекииль это времена израиля до древнего израиля сейчас у нас уже хремучая бородатое псевдо христианство вот это псевдо христианство не знает христа и посылаясь к ним они отвергают тебя почему потому что как и во времена пророка езекииля как израиль так и псевдо христианство она с жестой жестким с твердым лбом и окаменелым сердцем но когда-то бог точно так же укрепил меня как языки или сказал я сделаю твой лоб как алмазный который точит камень я сделаю твое сердце еще крепче и нежнее и любвеобильнее чем крепче и чем сердце этих жестокосердных а вода камень точит жестокосердных псевдо христиан так что ты пойди и говори и неважно заметьте заканчивается чем этот посыл божий будь и говори к ним так говорит господь будут ли они тебя слушать или не будут вся книги езекииля наполнена тем смыслом что каждый будет давать за себя отчет каждый каждый даст за ответ за те дела которые делают в жизни добрые или худые бред протестантов о том что они спасены по вере бред православных с католиком о том что греша можно поплакать под полотенчиком или в кабины под полотенчиком у батюшки или в кабины в кафе в этом в кабиночке в будочке до католического священника и бог тебя простит том же бог милостив бог никого не прощает бог никого не наказывает бог есть абсолютная любовь и свобода этой же природы обладает человек принимает он ее ли нет в свое сердце это выбор его именно от своих плодов от своих сеней он и будет пожинать свои плоды и вкушать все то что он чем он пичкал другим трупажоры убийцы создали а для животных в этом аду они все время окажутся сами ну и давайте с такого начала продолжим читать комментарии до якобы умных людей которые пытаются что-то что-то донести такому тупица как я микель рудик пишет у меня к вам вопрос я викторианец и мне не дает покоя вопрос как мудрый бог придумал такой примитивный способ покрытия грехов как убийство своих же творений невинных животных но я сказал что мы будем читать комментарии не умных людей но и умных разных или или вопрошающих тут в перемешку все будет я рад что никель рудик вегетарианец то что тебе не дает вопрос покоя как бог мудрый и ты забыл добавить любве обильный потому что есть абсолютная любовь и благо придумал такой примитивный способ покрытия грехов как убийство своих же творений невинных животных но я отвечаю это не премудрый бог это не премудрый бог придумал все вот это а тупые бессердечные люди оправдали свои злодеяния приписав богу свои злые и безумные желания увековечили все это на бумажках библиях коранах и прочее и выдали за истину божию которой она не является я слайды не добавляю это надо готовиться я на словах говорю и всегда о чем я говорю сам то я могу не забыть и я не просматриваю свои ролики очень редко если это бывает что-то по нужде по какой-то но все о чем я говорю пишите в комментариях я обязательно исполню и вот я всем рекомендую посмотреть конечно же сам весь плейлист веган во христе у меня есть на канале на котором вы сейчас смотрите это видео если не найдете я могу дать ссылки есть еще плейлист веган по сердцу но там я собираю ролики других проповедников во всех сферах даже не христианстве какие-то фильмы клипы все что есть на тему веганства и в этом веган во христе знаете наверное самым основным последнее время я стал выделять ну для христиан этот ролик называется веган по библии это посмотреть серию из трех роликов я записал она начинается от первого греха от грех падения адама ева который и было в убийстве живого существа ради пожирания его плоти и его шкурки которые на себя и надели эта шкурка казалось шкурой смерти потому что то что ты сеешь то ты пожинаешь именно убийство живого существа и было первым грехом человечества именно от этого первого греха человечества должны все отказаться именно поэтому все люди алчущие жаждущие правды во всех религиях конфессиях мировоззрениях и даже атеистических называемых обществах но человек стремясь к цвету отказывался от убийства эксплуатации живых существ во всех где вы посмотрите где настоящие светлые чистые души люди алчущие жаждущие правды святости совершенства все отказываются от этого первого греха причем начиналось всегда именно с этого потому что то что ты есть то ты и есть ты тот кто то что ты есть то что ты ешь это очень важно чрево это ежедневный образ нашей жизни мы питаемся поэтому с чрева все начинается да а премудрый бог ничего не не устраивал это в библии так написано почитайте кораны они все все эти люди грешники моисей мухаммед все обычные безжалостные убийцы и они брали на себя спокойно правы их приспешники их не свита их не ученики так называемых не общество приписывать богу слова которых бог никогда не говорил учение к тому чему бог никогда не учил с того же самого но и все это начинается это но и не смог удержаться и пойти по правильному пути по которому заповедовал бог еще в раю он как был убийцей трупожором так и остался даже после потопа он не смог до побороть свое чрево просто не смог бог не просил его даже после потопа приносить себе какие-то жертвы просто так или принеся в жертву там что-то часть остальную часть сожрать этого животного этого бог не просил но и даже в той библии в том в той торе иудейской в которой все это сохранилось даже там этого нету но слепые грешники неважно кем они все называют иудеями мусульманами христ христианами хотят псевдо христиане они не видят этого я все это показываю вот посмотрите серию моих роликов от адама и его через кайна и авеля который якобы овечку который сейчас тоже будет комментарий я уже заранее говорю просто в принципе отвечая на следующий комментарий там я там все показано почему я все рассказываю почему каин савелем что принесли как примесли принесли кто их этому научил их ниже тупые бессердечные родители убийцы труппажора адама и его и все пошло-поехало и так дано и а уж про и моисея стоит ли вообще заикаться этот человек жизнь которую в библии описано начиная с убийства человека и заканчивается этим этот обычный безжалостный просто убийца у него нет никакого чувства сострадания никакие животные для него человек это расходный материал родственники близкие ничего для него не имело значения абсолютно мухаммед стоит ли вообще говорить люди которые на право и налево секут человеческие головы о каком вообще веганстве любви к животным можно заикаться поэтому все это придумал не мудрый бог а тупой человек тупой не мудрый любвеобильный бог а тупой бессердечный человек микель рудик опять же да у нас прошлый раз вы хотите сказать что апостолы не ели мясо но я отвечаю мне до лампочки кто и что ел но знаю точно что убийцы меньших братьев царства божьего не наследует ибо это царство любви и радости они смерти и страданий и каждому придется на своей шкуре испытать то что причинял другим живым существам которых сотворил господь бог который и есть любовь ели апостолы мясо убитых животных трупы пожирают не ели я не знаю наверняка нам кстати об этом даже в той же самой как любит ссылаться на библию на новых записанных нам об этом ничего не сказано единственные места вот такие вот где что-то там пытаются высосать из пальца там видение петра я уж вообще молчу про это видение видение ученику христа который совсем немного понял изучение иисуса христа через столько лет хождения из жизни может быть плечо с плечом со своим учителем он ничего не понял из его учения практически ему видишь ли через столько лет нужно видение было видение до когда вне на неком полотенце на неком там скатерти до сходит к нему видение бог показывает сходящую скатерть в которой всякого рода животные до якобы которых надо было заколоть и есть и петр говорил что он не такой и против что закона моисеева не кушает а бог ему говорит это все чисто это было первых видение про образом это не значит что бог учил теперь петра все подряд убивать на свете и пожирать он ему говорил про людей и потом то он все понял потому что после этого видения петр посылает скуда прям тут же к нему приходит еще только видение его заканчивают уже в дверь стучаться от некого сотника язычника воина императорского которому перед этим тоже было явление ангела и петр посылается к нему для проповеди бог не учил петра теперь отказаться от закона моисеева одних животных убивает других якобы не убивая потому что это не то что они хорошие а потому что они просто нечистые вот этих чистеньких невинных как раз убей и сожри а эти якобы грязненькие хотя и это только в глазах тупого безжалостного моисея были чистые и чистые животные да в глазах нормального человека все творение божье прекрасно и великолепно это было видение это раз во вторых игру обратить внимание на уровень петра ему через столько лет хождения с иисусом нужно видение чтобы понять что люди-то оказывается не нечистые есть оказывается все достойны любви о которой нужно всем проповедует какой высокий уровень человек с иисусом 3 3 года прожил три года бог о бог с ним проповедовал ничего не понял ничего абсолютно ели они мясо в таком состоянии труп убитых животных мне вообще до лампочки иисус им же говорил что вы все дадите отчет за свои дела люди убивающие беззащитных невинных божьих созданий которые ничего никакого зла вообще не сделали какой проповеди любви к врагам и росте и перемене своей жизни в любовь к врагам может идти речи если люди человек убивает беззащитное животное вообще ничего ему не сделавшие вообще он просто берет дубинку и крошит ему череп это что такое а какой любви когда кто-то из псевдо христиан или религиозников мусульман мне заикается о любви я узнавая о том что он никакого отношения к веганство не имеет игру сладкие песни эти попой другому человеку твое сердце как иисус сказал я вижу она каменелое потому что я как научил меня иисус сужу человека по делам по плодам его жизни это дело его слова и его дела слова это тоже дело это проявление внутренней сущности ума и сердца человеческого в каком она состоянии поэтому что делали апостолы мне до лампочки они что не были крышны духом святым были он в духе святом не понимал что римский сотник ничем не хуже до евреи иудеи в частности он не мог этого понять за три года жизни рядом с иисусом после стяжания духа святого в пятидесятнице он не понимал этого религиозники вообще ничего не понимают вот сколько я сталкиваюсь читают книгу видит фигу а дух святого первые христиане такие были на них хоть дух святой много они поняли немного немного вы думаете а некогда фарисей законник из законников иудей от иудеев до павел много сразу понял он не шел путем познания конечно шел мы знаем все ли эти послания апостола павла мы понятия не имеем что ему приписали кто ему приписал в какое время тот писал через полгода своего покаяния и в период неофитства как его называют и он писал то седым старцем закоснивая в грехе мы понятия не имеем тот кусочек где там якобы о жертвенном мясе там павел пишет что то есть счет не ешь разве там где то есть клише клеймо или печать бога о том что да это хорошо или это плохо нет люди остаются свободными сам иисус ни одной бумажки не написал ничего не оставил после себя знаешь что люди извратят все чем к чему не прикоснуться заметьте насколько бог есть любовь и бог есть уверенность наверное в том что когда нибудь все человечество пойдет к покаянию и что он и так на каждого может действовать говоря его ему в умным сердцем бог в каждом из вас и из из меня их кого угодно бог недалеко от нас вся познание истина она вот здесь а знаете условия какое познание одно единственное его иисус сказал в заповедях или ступеньках блаженской как правильно называть условия познания истины теоретическое это алчба и жажда правды ну сначала надо признать что в тебе этой правды нет в делах твоей жизни блаженны нищие духом да когда ты поймешь да что-то во мне не так что-то меня как кошки игры на душе скребут понимаешь что живу неправильно поплатишь об этом да то есть в оскорбишь пожалеешь об этом задумаешься об этом тогда до блаженна учащий жажды правды они насытятся тем свитком сладким который будет у тебя на устах как мед да а дальше уже опыт жизни блаженный чистый сердцем когда твоя жизнь превратится в это тогда да иисус говорил всякий слушающий и не исполняющий то пол дела а пол делает ничего как если вы почти 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 ничего почти улетел на гавайи ты никуда не улетел ты остался дома до в сером задряхлом муравейники под названием высокоэтажка в мегаполисе ты никуда не улетел почти то же самое иисус сказал дом до построил только он на песке и он разрушится при первом испытании вот и все дела у вас все встанет на свои места когда вы этот микель рудик очевидно что он христианин причем такой библейский до библия для него очевидно я так могу по таким вот маленьким комментариях несколько слов сделать свои выводы когда у вас библия перестанет быть культом авторитетом все что там написано там как будто написано что бог даже если написано ветхом завете некий автор решил написать что богу угодно если у моисея мировоззрение о боге складывается что как бог это я цитирую сейчас прямые слова мысея который своему народу рассказывал о боге да каков же бог его сущность как бог радовался когда выводил вас и из египта также бог будет радоваться радоваться наслаждаться когда будет убивать вас за то что вы отпадете от него вы вдумайтесь чему учат их мысей что бог будет радоваться убивая свой народ даже когда он будет грехе радоваться одно дело воспитывать бог он хоть наш брат как иисус сказал для тех кто станет богом тогда ты станешь братом и сестру иисуса да и матерью и отцом но для тех кто тупые дети иисус бог он родитель он отец и мать он будет тебя воспитывать и воспитание родительской бывает не очень приятное но воспитание никогда не доставляет родителям особенно чем она тверже до закрыть ребенка в комнате не выпускать дать понять ему что может ремнем по заднице немного похлестать ничего не сахарной не растает если он действительно совершил какой-то невероятный поступок чтобы он понял ага это сделал больно значит нехорошо этот сделал конфетку дали ага речь идет естественно об уровне животного еще когда ребенок только растет только такими методами понимает что такое хорошо что такое плохо да да но ни один родитель не радуется наказывая своих детей не радуется радуется он когда они святые добры и счастливы но у моисея такой бог на это бог моисея это видение бога моисеем это не бог такой бог есть абсолютно любовь свободы и бессмертия вот тут такой бог игорь приходь к здесь пахнет верой него христа а все кто по питанию я им таких много среди язычников я ему отвечаю зато от таких как ты за версту воняет не только верую но делами тьмы страданий и смертью каковыми каковы и грешники вот они от них то что он говорит что от меня тут пахнет да от меня пахнет как раз и веру его христа и любовью ко всему творению не только ко христу как вы потому что христос есть бог этот бог помимо личности всячески во всем присутствует если ты любишь кого-то ты никогда не будешь причинять страданий его творению его даже неживому творению если ты говоришь что ты любишь меня я вчера до построил домик а ты его завтра взорвал или сжег ты не любишь меня тот кто любит тот любит все проявление этого человека все абсолютно если ты любишь человека ты любишь женщин ты любишь ее детей пусть даже не твоих допустим потому что это дети человека я не говорю с собой каких-то плохих поступков труда дети не можешь любить плохой поступок но ты любишь ты точно так же любишь и одежду которую она этому ребенку сшила если ты взял разодрал его одежду что это такое испачкал разве ты любишь ты причинил горе и страдания если ты любишь ты будешь любить бога всячески во всем поэтому это у тебя не секты попахит у тебя нос просто заложенный и ты не знаешь правды ты никогда не нюхал ее даже слабенькое дуновение истины никогда не касалось твоего носа секты язычники по делам судите как иисус говорил а всегда употребляют фразу за какую из добрых дел ты побиваешь меня камнями за то что я проповедую любовь к животным защищаю их жизни благо бытие то право которое дано им богом не тобою ты не давал им ни жизни здоровье ты не творил для них эту землю для радости блага бытия чтобы они так же как и ты кушали питались рожали свое потомство радовались вместе с ним а это потомство радовалась радовалась частью детства юности и так далее это сделал ты ты все это забираешь нет можешь мне себя не сектантом не язычником вот и обычный дьявол ты без во плоти вот и все и я говорю вам обличая ваши поступки иисус когда называл тех кто хочет только хочет его убить детьми дьявола он объяснял им почему да за то что ищете убить меня он всегда говорил за что и я тебе говорю ты бес во плоти вы убиваете и забираете жизнь и благо бытие тех кому вы ничего не дали в этой жизни которые вам ничего не сделали плохого просто алчности жадность этот запретный вожделенный плод вами настолько владел что вы не способны сопротивляться в раю было доступно всякое удовольствие все можно было делать что не причиняет никому боли страданий кайфуй наслаждайся радости жизни но если твоя радость а этот запретный плод плод был сладок да он тоже приносит удовольствие мясо тоже вкусное она ничем не хуже огурца или помидоры но это мясо это труп некогда тело живого существа который без него не существует не может который с ним связано и через него получает радость наслаждение и боли страдания и ты явился источником страданий ты срываешь каждый день этот запретный сладкий и вожделенный плод наслаждай за счет за счет за счет чьих-то слез и страданий это делаешь именно ты ты грешник который и носишь на тебе на себе печать смерти потому что ты сам это смерть некий док и вы хотите сказать что кто есть мясо не наследует царство небесное потому что никто не ничто не чисто не войдет царство божье даже самый малый грех уже препятствие если есть мясо грех значит все напрасно все напрасно жизнь во христе и полагать душу за других тоже не учитывается если ты ешь мясо я отвечаю какое общение света со тьмой конечно же убийцы животных или заказчик заказчик труп ожоры этих убийств наследует только смерть который несут в мир и никакая добродетель не закрывает собой другой пухти если ты нищему подал 100 рублей это не означает что соседу ты теперь имеешь право выбить все зубы невеста христова она без пятна и порока святая дева а не уродливая садистка живодерка по уши у тари утонувшая в невинной крови еще раз вникаем в то что пишет человек и что я ему отвечаю жизнь в христе это быть христом это быть богом это быть святым человеком совершенным это быть невестой без пятна и порока я много раз приводил этот образ здесь его сейчас написал но здесь там про 100 рублей больше мне почему-то нравится убийцы животных я как-то ролик тоже записал это убийцы детей и стариков инвалидов вообще любого беззащитного любого человека как беспомощного человека это одно и же это хуже даже хоть люди они хоть что-то понимают они как-то простить могут они понимают что человек башня съехала животные вообще не понимают когда их убивают за что по их глазам по их движениях видных просто загоняет я привожу другой образ если ты на одной улице ты вот какой депутат да с охотничьим билетом если ты на одной улице построил детский дом туда заезжаешь по субботам детишкам даришь там подарки раздаешь всех целуешь обнимаешь и не сидят у тебя на коленках ты читаешь им всякие сказки и на следующий день воскресный ты едешь на соседнюю улицу в дом престарелых и всех там всем перерезаешь глотки просто потому что захотелось повеселиться или отстреливаешь их соседнего здания снайперской винтовки это что разве твоя помощь детям оправдывает твоя похоть пострелять в пенсионеров я просто вот этого понять не могу разве одна добродетель может исключить другой грех нет но только вы которые ведь верите в дядюшку на небесах которых проще всего вообще православная блевать протестантской блевотина по которой я вообще спасен просто за веру в иисуса христа за то что якобы сын боже когда-то сошел на землю якобы как-то умер за меня и теперь все ешь пей веселись душа моя мне все пофиг я сделан из мяса это блевотское учение приведет вас только на дном мрачного ада в гиену огненную где огонь неугасимый там вы будете жариться за то что вы сами сделали другим хоть все это образы но на самом деле вы все это вкусите всю ту боль которую вы кому-то причинили вы будете переживать кто переживал божье откровение кто переживал покаяние кто был в присутствии божьем а я знаю что это такое кто переживал ту боль которую причинял другим а бог мне это открывал я знаю что это такое это ад ты будешь кричать вопить как иисус говорил скрежетать зубами или есть другое не знаю русская не русская мудрость пословица кусать локти и ничего сделать не божь ты будешь умолять и кричать его пить вернуть время назад а его не вернешь я был в этом присутствии я был в этом покаянии в присутствии божьем я знаю что это такое что это за малый грех не есть мясо что значит полагать души за других вот именно веганы именно христиане веганы которые сами отказались от этого проповедует защищая жизнь и благо бытие этих живых существ именно они полагают души за других ты убиваешь это немалый грех это огромный грех это смерть это убийство большего греха чем лишить кого-то прежде всего жизни нету все остальные грехи они хотя бы делаются в отношении живого существа она еще имеет жизнь до такой как я верю в бессмертие это понятно но бог нам дал школу жизни от того что он не умер во вселенной это не значит что ты имеешь право причине ему страдания да он не умер и будет в будущей жизни в последующих жизнях там где такие же как он святой со святыми а грешник с грешником и там вы будете резать друг друга глотки целыми днями и не будете умирать вы просто будете испытывать вечную боль и страдания а те кто кроткие смиренные и жизнерадостные любвеобильные ягнята божьи будут радоваться вместе с собой потому что они друг другу ток причиняет радость лежатся как животные целуются обнимаются играются это не маленькая грех есть мясо это огромный грех с которого началось грех падения человечества это убийство живого существа страшнее этого греха нету на земле нету как говорят даже людей даже которых там на войне в плену включили любит вспоминать вторую мировую фашизм в концлагерях там было много недостойных людей многих многие достойны этого концлагеря те же самые труппажоры они вкушали лишь то что они делали с другими как им не нравится сидеть в концлагере когда фашисты над ними издевались и просто их расстреливали к стене за любой повод а вы не тоже самый от создали для животных порой посмотришь на людей они хотя бы даже достойны этого животные недостойны этого они ничего плохого не делали человечеству они были богом созданы для человека на радость жизни и благо бытие потому что мы испытываем удовольствие того что мы кого-то гладим целуемся разговариваем общаемся бегаем прыгаем и это делают вместе с нами и мы кайфуем от этого сильный заботится о слабом им именно это господство дал бог человеку по своему образу и подобию ибо он наш господь и он любит нас в этой же любви должно было появляться господстве забота человека вершины божьего творения его образы подобие над всем остальным живым миром что делает человек все рвет и мечет это не маленький грех если ты это поймешь это самый настоящий ужаснейший грех убить беззащитное чувствующая боль и алчущая жизни благо жизни живое существу это на и страшнейший грех о каком небесном царстве может идти речь заикаться забудьте об этом нет у вас в небесном царстве его нет в вас в вас есть тот ад который вы создали для животных посмотрите на скотобойни именно это вы создали именно это вы каждый день спонсируйте именно это вы в свое время вкусите если не покаетесь ну и заканчиваем мы с чего мы начали миссии всех пророков и по-христианскому можно сказать конец ее это миссия пророка бога пришедшего во плотину как вы называли пророка это иисуса христа а потом его учеников и всех не участь было что смерть от рук грешников смерть праведников мне желает естественно того же самого некий александр белый я бы назвал тебя не белым а черным авель принес богу жертву и днем к из лучших стадо богу это было угодно заметьте что не плоды земледели от кайна были угодны а ягненок по поводу ягненки уже ответил как раз он пишет этот комментарий к первому вот вы видите на экране это первый ролик и стоит из той трилогии которую я вам сказал которую я вам рекомендую посмотреть там как раз первородный грех а кайне авель и ано и я считаю что христианин посмотрев их должен сделать для себя правильный вывод он на стороне тьмы хочет пребывать или все-таки перейти на сторону света добра и любви ну и как апогей мысли этого некоего александра черного по-другому его назвать не могу это посмотрел я на этого автора и понял веганство это секта от сатаны вы знаете грешник он перестает отличать тьму от света не зря иисус их называл таких людьми слепыми он просто не видит он добро ветхом завете еще бог через пророков у корея израиля говорил вы сладкое называете горьким а горькое называете сладким тьму светом а свет тьмою добро злом а зло добром это делают от начала творения это делали во времена иисуса это делали и после и делают по сей день и все святые люди всегда будь на себе испытывать тьму вот от таких грешников веганы защищающие животных их не жизнь и благо бытие благую именно жизнь защищает они не должны сидеть на цепи весь день даже домашние животные собак хочет гулять она живет она свободна посидите сами на цепи это секта от сатаны а вы если посмотреть всю все что делают над животными начиная от убийства ради пожирания их них трупов заканчивая всеми этим медицинскими экспериментами опытами и так далее это все вы это конечно от бога такая любовь прям смотрел бы каждый день все эти видео ролики да только почему человек в этом участвовать не хочет обычно лишь бы это где-нибудь за стенками подальше от меня находилась потому что у многих и в сердце йок и 90 процентов трупажеров не способны сами убить животные не способны на нем приводить медицинские эксперименты смотря на их невизги страдания мучения боль и и желание уже умереть от такой жизни как у любого нормального человека в гестапо в каком-нибудь в пыточной камере но они за это за все платят и думают у меня ручки чистенькие нет это вы дети дьявола потому что дела ваши похоти вашего это исполнение похоти вашего отца а он желает только слез страданий и смерти ну и пожелание этого александра заметьте что в сердцах этих людей пора инквизицию вводить и сжигать таких еретиков люди для которых животные не имеют никакого значения для них и люди расходный материал я вам уже сегодня это говорил и повторюсь еще раз несмотря на все мои горячие речи все вот эти эмоции это слово сам иисус сказал что говорите несмотря на ни на что блаженны вы когда вас будут гнать за имя мое за проповедь имени моего а имя бога он нам открыл она есть любовь и кроме слову святых людей ничего нету но зла тебе или кому другому я никому никогда не сделаю ты можешь до открыть святую инквизицию заново запустить разжечь костры повбивать кресты и на них распинать и сжигать тех кто тебе не угоден я этого никогда не сделал а ты сделаешь потому что для тебя жизнь ничего не значит это пшик именно такой методологии на таким мирозрением именно такой сущностью живут люди в грехе именно именно такие люди действительно да и сжигали и и и устраивали святые инквизиции у них вот такие кресты висели на шеях да вот такие колобуки были с разными там регалиями всякими этими эмблемками да именно они все это делали именно они выпускали самых отмороженных людей из тюрьмы пускали в кресты в крестовые походы да вот с такими вот вырезами на она или там всякими изображениями креста и на счетах да именно вот такие будете вы в небесном царстве не ваше небесное царство это от меня там не будет я буду другом месте где люди любят друг друга и все живое на земле где они уже здесь на земле делами показали богу и себе прежде всего бог знает нашу сущность наперед нас а вот бог послал нам испытания и разные случаи где мы сами себе явили кто мы есть чтобы даже перед лицом этой видимой смерти готовы устоять в истине если уж мы перед смертью выбрали добро как говорят айсона необитаемом острове что ты будешь делать я я бессмертен я с этим бычком рядышком лягу если уж ему нечего есть он-то откуда там взялся то и мне если он что-то есть и я это могу поесть если он есть то что даже я не могу есть хотя человек может все есть что из едят животное даже траву то я просто лягу с ним рядом и умру видим и смертью и останусь бессмертным если уж я здесь на земле пройду это испытание что уж говорить достоин ли я небесного царства где там будут такие же как я мы проверили себя там каждый живя знает что никто никогда в жизни не переступит эту черту я уже могу с походить свободным я знаю что никто никогда меня не убьет никто никогда не лишит меня свободе потому что я в этой жизни никого не порабощаю я в этой жизни под страхом смерти да или или угрозе здоровья как это ни у кого никогда ничего не возьму чем мне не принадлежит в этой жизни я такой что вы в небесном царстве где куча грешников недостойных людей казалось бы чего у него не взять кто он есть то помните как достоевский приступили наказание вошь кто это бабка если я здесь ценю так жизнь и благо бытие именно благую жизнь я ценю счастливую жизнь которую должен был ценить человек в раю тоже чё уж говорить о небесном царстве закончу я на всем кто меня смотрит не христиане попал случайно с кем-то поделились может быть это и проповеди этим роликом я рекомендую посмотреть прежде всего фильм земляне самый культовый фильм в среде веганство вегетарианство обычный документальный фильм а со съемками живыми съемками о том о том трэше том аде который люди сотворили на земле для животных если вы способны его смотреть пожалуйста и не менять свою жизнь смотрите вот тогда раз в день если он такой прекрасность и такой добро который вы делаете то что прекрасно то что мы любим мы пересматриваем изо дня в день всякие добрые фильмы какие-то мультики мы общаемся с этими с людьми там с животными да все что зло мы не хотим к этому прикасаться а если вы смотрите не способны смотреть но остается возле просто лицемеры вы просто двуличные три личные тысячелечные люди вот и все но вы думаете проехаться в этой жизни на на мерседесе на горбу на чем-нибудь куда-нибудь в лучшее бытие нет вы все равно закон жизни по-другому мы не учимся бог хочет покаяние каждого человека и поставит этого человека в условия жизни в которых он вкусит все то что он делал другим и познает жизнь и покаяться в аду жить вечно невозможно каждый хоть раз когда-нибудь жизни на земле как-то страдал испытывал какую-нибудь боль физическую психическую взяла неважно на каких там уровнях совместно и неважно он всегда хочет чтобы все закончилось всегда вот вы когда все это испытаете на себе но это неприятно это неприятно чем более того вы не думаете что вы до испытаете чуть-чуть вы испытаете все до капли выпить иисус прямо сказал не выйдите оттуда пока не отдадите до последней копейки это очень важно поэтому не думать что вы еще эту жизнь да ладно я еще эту жизнь пожилу на потом недельку в аду помучусь не ты вкусишь ровно все том что ты делал другим это будет ужасно ну а для религиозников всех мастей уже я слышал йоги отваливаются от веганства там вегетарианство уже для них это не надо я и такое слышал падение хотя уж казалось бы в среде восточных учения можно сказать что это уже даже миф получается якобы там действительно с этого все начинается но в теории да а хотя там уже получается и теории разные некоторые проповедуют что но это не обязательно это не обязательно вот поэтому для всех религиозников людей придерживаться каким-то известным или малоизвестным течением сейчас что только нет так асиопеи да не кассиопеи чего только нету везде где вот не начинается ваша жизнь с любви к животным вы для этих вы все любите о боге говорить о боге любовь даже вы любите говорить все это пустые слова которые когда-нибудь вам на голову обрушится вы для этих животных для всех живых существ на земле вы являетесь самым прямыми не просто сатанистами и бисенками а самыми настоящими отцами этого всего самим дьяволом отцом всего зла вы для них являетесь потому что все то что мы причиняем в мире живым существам это делают люди безумные тупые и бессердечные просто потерявшие всякие ориентиры всякий всякое дно у этих людей просто отсутствует поймите это наконец и все у вас станет на место именно с этого момента с этого покаяния который этот грех совершается в день десятки раз это наше чрево мы кушаем постоянно с этого начинается ну и дальше посмотрите все ваши шубы вся медицина на чем стоит да и не останавливается на вегетарианстве посмотрите что такое ваше мясо и молоко яички посмотрите как все это получается до посредством чего цепей насилия убийств эксплуатации слез все оттуда ну так вот на этом у меня все я с прощаюсь на хорошие новости о том что если вы покаетесь бог не хранит никаких грехов нет никакого винчестера с записями зла но я и расстрою игры обрадуюсь сразу несмотря на то что даже после покаяния человек вкушает плоды своих дел потому что не твердое покоение то который на себе не пережила то что она делала другим вы по-любому в кусте все став на сторону света более того кто в кусте все то зло вот который вы делали тем же самым добрым людям проповедник потому что вы сами начнете это делать и сами начали на себе испытывать вот все что вы делали вас опять тоже начнут не понимать вас появится куча врагов вас будут троллить хайпить а возможно с радостью запустят новые новое колесо инквизиции и кончите вы не очень хорошо да это так такова судьба всех праведников в мире лежащем возле зло всегда одобряемо добро всегда гонимо но вы будьте светом потому что в конце этого туннеля тьмы земной жизни всего человечества нас всех святых людей ожидает благо бытие то как сказал апостол павел что нам даже на сердце не приходит что приготовил бог любящим его и все его творение нам всего две лампы и суперсвет и 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